Приветствую вас. Ну, конечно, с агрессией вашего мужа бороться не имеет смысла, потому что борьба с агрессией есть её подавление. Подавлять агрессию, как вы сами понимаете, не вариант. Подавляя её, вы, в общем-то, не делаете лучше. Скорее, вы делаете, в общем и целом, только хуже. Ну, потому что мужчина, если он действительно такой агрессивный, да, вот, что это проблема действительно, это проблема, но это проблема его, проблема, и с подавлением агрессии вы ничего абсолютно не добьётесь, кроме, 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 может быть, только того, что эта агрессия будет подавляться, 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 но рано или поздно она, в общем-то, будет прорываться. Не бороться с агрессией, а раскрывать её, раскрывать, смотреть, как бы, на что, на кого она направлена, вот. Изучать, может быть, её, что является, в общем-то, куда более грамотным поведением, вот. То есть, отвлекать, отвлекать вашего мужчину, мужчину от агрессии, ну, это совсем не вариант, потому что она от этого не уйдёт никуда, агрессия. Но, значит, раскрывать её нужно. Как? Давайте разбираться. Итак, эээ, с моим мужем мы познакомились два года назад, сложный для меня период. Тогда у меня были огромные долги, арестованность в путье, свой трудный прокрас, вот это был процесс. Ну, что я могу сказать. Эээ, значит. Очень похоже на созависимость. Так я бы, я бы это назвал. Так. Я бы это назвал именно, эээ, таким образом. Созависимость. Почему созависимость? Эээ, ну, потому что, эээ, вы нуждались в, эээ, спасители, как вам, в общем-то, эээ, сказал мой коллега. Вот. А, муж, собственно говоря, нуждался, эээ, в том, чтобы кого-то спасать. То есть, то есть вы, получается, ээээ, изначально находились в не совсем равных условиях, не совсем равных позициях, да? Вы, эээ, находились в трудном периоде для себя-себя, и отдельным пунктом здесь, конечно, нужно выяснить, ээээ, как вы в этот период, собственно, попали. То есть, как, эээ, стало возможным, что у вас огромные долги, как, ээээ, стало возможным, что у вас было арестовано все имущество, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это все особенность вашего, ээээ, вашего поведения. В том числе, возможно, поведение достаточно деструктивного. Например, ээээ, например, ээээ, жертвенность, например, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Значит, первый важный момент, который нужно вам отметить, да, что вы были не свободны, вы были в нужде, вы нуждали. Дальше, вы, значит, почему-то, почему-то позволили своему будущему мужу вам помочь. Вы почему-то позволили своему будущему мужу сделать для вас вот это, ну, то, что он сделал. И это тоже важный момент. Вы позволили, он сделал. То есть, знаете, какая история. Ему это было нужно, даже, ему это было необходимо, ну, в силу ряда причин ему это было необходимо. Вот, а ведь, собственно говоря, просто так бесследно все не проходит. Если ему было нужно, значит, у этого были свои причины. Но вряд ли вы обращали внимание на эти самые причины. Да? То есть, почему человек сразу помогает практически незнакомой, если я правильно понял вас, женщины. Вот. Об этом вы, конечно же, я уверен, не думали. Вот. А помогал мужчине, конечно же, не просто так. У этого были свои основаны. Какие? Ну. Как правило, людям нужно спасать, чтобы чувствовать себя более значимым. Более значимым людям. Вот. Ну, дальше вы говорите, что он взял вас под свое крыло, да, то есть, по сути спас. Спас. Ну, спаситель, как вам правильно сказал мой коллега, подразумевает жертву, подразумевает жертвенное поведение и, соответственно, поведение спасителя и поведение жертвы никак не стимулируют на то, чтобы у людей были какие-то, ну, такие, знаете, хорошие, качественные отношения. То есть, это заменитель. Это заменитель из-за того, что мужчина, по сути, не видел вас, значит, не видел вас изначально, значит, ну, в ином свете, нежели как жертву, а вы его изначально не видели в ином свете, нежели чем спасителя. Что вот, соответственно, и он не мог ничего сделать, что вы ждете от него того, что он вам, возможно, дать не может. То есть, вы ждете от него, что он постоянно будет сильным, постоянно будет таким вот спасителем и так далее. А это невозможно. На постоянной основе делать это невозможно. Ну, конечно, вы можете сказать, что это не так, и, в общем-то, я не буду с вами спорить, вот, если вы скажете, что это не так. Кроме того, саму концепцию этого тоже нужно уточнять, потому что нужна более подробная история ваших отношений. Но, тем не менее, тем не менее, пока агрессия вашего мужа вытекает из того, что, знаете как, вот, вы жертва, да? Ну, для него вы жертва, он вам помог, он вас спас, он вас взял под крыло, вот. И спаситель, он ведь что предполагает? Что его будут своего рода как-то благодарить, его будут боготворить, его будут превозносить, да? Ну, как правило. Иначе бы человек просто помог бы вам, но в меру своих сил хватит. То есть, вот, то, на что вы, скорее всего, не обращаете внимание, это на то, что, чем больше помощь, тем больше помощь, тем больше она предполагает отдачу. Понимаете? Вот. И даже если мужчина и не признается в том, что у него есть эти самые ожидания, они у него есть, можете быть уверены. Уверены. Ну, опять же, другой вопрос, да, в том, отдавали ли вы себе отсчет в этом, и отдаете ли вы отсчет в этом себе, собственно, сейчас. Вот. Потому что, это, ну, на самом деле, это очень важный момент. На самом деле. Дальше идем. Проблемы начались спустя полгода после нашего совместного проживания, и связаны они были с алкоголем. Не тот, чтобы мой муж много пил, но это было крепко, но метко. К нему постоянно ходили друзья, каждую неделю раза по два-три. Чаще всего, это ограничивалось двумя-тремя баночками пива, и все по домам. Ну, и что я могу сказать. Здесь, конечно, такой деликатный момент. То есть, довольно сложно было отличить, значит, ну, отличить человека, да, отличить, например, алкоголика от простого пьяница, допустим. Вот, знаете, действительно сложно бывает. Вот, что у вас там было, алкоголизм или музя, или все-таки пьянство музя. Вот, если честно, непонятно и нужно разбираться. Вот. Ну, опять же, при, эм, при желании я могу, эм, дать вам, эм, несколько тестов, которые помогут определить, эм, алкоголик ли ваш муж или нет. Вот, потому что если он алкоголик, то это, соответственно, заболевание, и, соответственно, агрессия идет, эм, из-за того, что человек, эм, испытывает чувство вины. Вот. Вот. Ну, и здесь не сложно догадаться, что чувство вины является, по сути дела, эм, прям, ээ, прямой производной от, эээ, спасения. То есть, наоборот, спасение является прямой производной от чувства вины, то есть, там, где есть чувство вины, там есть спасение, и там, где есть спасение, там есть и агрессия, к сожалению, вот, и опять же, я не знаю, что, в курсе ли вы этого были, или нет, да, ну, вот, судя по тому, что вы пишете, ну, вы были не в курсе этого, ну, на самом деле, вы, в общем-то, и не могли быть в курсе, ибо откуда вы все это знаете, ну, то, что свое поведение вот это вот жертвенно вам надо бы корректировать, это, на мой взгляд, очевидно, вот, если, конечно, хотите, чтобы ситуация, ну, нормализовалась, да, потому что, ну, вне зависимости в независимости, а потом будете вы вместе с мужем или нет, все равно вам, как бы, жить дальше. Так, значит, я старался не утраивать сцену, нормально относилась к этому, но иногда такие подседелки перенаскали настоящую пьянку, а вот, здесь такой момент, на мой, на мой взгляд, достаточно интересный, если я правильно понял вас, то проблемы начались, собственно, не сразу, да, то есть, ну, изначально все это было вот так вот, по-тихому. А откуда тогда у вас появилась вот эта вот фраза взялась, что я старался не устраивать сцену, а нужно было устраивать сцену, я что-то вот не очень здесь понял. Ну, приходят друзья, ну, две-три баночки пива, в принципе, это не так много, вот, если это, если это действительно две-три баночки пива только, вот, с другой стороны, два-три баночки денег, конечно, да, много, но, тем не менее, если две-три баночки пива, то это вполне себе, адекватно, вот. Так откуда же у вас возникло вот это вот ощущение, да, вот это вот чувство, что вы, откуда же желание возникло устраивать сцены, почему такое желание возникло устраивать сцены, из-за чего оно возникло, такое желание устраивать сцену, понимаете, ведь не просто так, я более чем уверен, что не просто так, а значит вы относились так или иначе как-то предвзято к тому, что делает ваш муж. А это в свою очередь означает, что он чувствовал, что вы не одобряет, и это в свою очередь копило в нём, ну, скорее всего, обиду, обиду за то, что вот вы, точнее вот он для вас делал столько всего, а вы, соответственно, ему оплатили вот такой виной. И, скорее всего, друзья замечали, что, ну, вы не очень одобряете то, что он делает. Ну, а понятно, мужская группа, мужская такая, скажем, диаспора, если можно так выразить, она достаточно, ну, достаточно однозначно относится к тому, вот, собственно, когда женщины ведут себя непринимающие по отношению к мужчинам, вот. То есть для, ну, для мужчин такое поведение женщины является негативным, вот, но вопросов всё же в другом, вопрос в том, что вы опять здесь, когда, когда вам помогли уже, когда вы стали самостоятельны, да, здесь вы опять впадаете в состояние жертвы, вы говорите, я старался не устраивать сцена, нормально, нормально относилась к этому, но мне, и мне было неприятно, это опять жертва, опять жертва. Изначально здесь можно было разделить ваш досуг, по сути делом, и сделать так, чтобы друзья приходили к мужу, например, ну, или там, они где-то собирались, ну, вот, а вы, соответственно, занимались тоже своими делами, или что-то ещё должно было быть, да, то есть как-то вот, ну, утрамбовать досуг, раздельный досуг, что, в принципе, нормально, ну, ну, у вас равноправия нет в отношениях, то есть, вроде бы равноправие, но вы пытаетесь своего мужа переделать, вы пытаетесь своего мужчины переделать, как вам, опять же, мои коллеги сказали, что является в целом деструктивной, деструктивной модель поведения, потому что он может быть хорошим, идеальным, правильным, чутким, внимательным, добрым и заботливым, но если у него есть внутрилическая проблема, то до тех пор, пока он не может обратиться к психологу, он не начнет работать с ними, а, соответственно, эти проблемы будут его беспокоить. Другое дело, что эти изменения могут привести к тому, что с вами ему будут неинтересны, и с вами он не будет вообще. Это уже, это уже другой вопрос. Так, у нас здесь сказали, а когда он напивался до не меня нового состояния, у него начинались истерики и агрессии в мою сторону. Вот. Ну, соответственно, это, к сожалению, да, это, к сожалению, признак алкоголизма. Я, конечно, не знаю, но, к сожалению, это признак алкоголизма. Из нормального одноклассного человека, в каком-то тиране, кем он всегда и был, понимаете, кем он всегда и был. Спаситель – это тот же тиран. Вот, понимаете, спаситель – это тот же, тот же, тот же самый тиран. Только, только с такой, знаете, ну, как сказать, позитивной стороны. Вот так вот можно выразиться. Вот. А спаситель – это тот же тиран, по сути, сделал. Вот. И с этим ничего не, ничего не поделать. Ну, то есть, нет. Поделать можно, конечно, но, с другой стороны, захотите ли вы что-то делать, с этим – это тоже большой вопрос. Вот. Тирана – то, что он себе подавлял. Тирана – это то, к чему он всегда стремился. Тирания – это то, что ему было нужно всегда. Вот. А тирания – это неуверенность в себе. Вот. Неуверенность в себе, опять же, требует своего, значит, своего купирования. Понимаете? Вот. То есть, неуверенность в себе требует того, того, чтобы человек как-то, как-то стремился это купировать. Вот. Ну, вот именно неуверенность в себе человек, да, он должен это делать. Он должен как-то стараться это купировать. Вот то, что не происходит. И ваш муж это, собственно, и делал. Вот. А вот, например, почему он употреблял алкоголь, да? Ведь что-то же его стимулировало к тому, чтобы употреблять алкоголь. Таких количеств. Значит, что-то, что-то стимулировало. А, а, что это было? Что стимулировало? Какая-то неудовлетворение у нас. Какой-то внутренний конфликт. Какое-то чувство вины. Сладе? Такая история. Вот. Дальше. Значит. Так. Он мог наловять на меня неправильно принесенное блюдо, обвинять в непонятных измериях, кричать, звонить от друга, если сейчас приедет, будет со мной разбираться, потому что я повелал себя так и так. Ну, это проект. Это всё проектирование мужа на вас точно думает о себе. То есть это, вот, по сути, это агрессия. Это его агрессия, которая нацелена на себя. Просто обычно это агрессия подавляющая. Вот. Как правило, это... Нажер. Все это сходит к тому, что я незначим, я ничего не могу и меня не любят. Вот, по сути, по сути дела. Я пустое место. Собственно, откуда спасители-то и берутся. Так. Вы пишите, я и ссорилась, и обижалась, и уходила. Интересно, что в своём перечислении вы не упоминаете ни одного, скажем так, конструктивного метода, конструктивной модели поведения. Вот это, конечно, особенно интересно. То есть, ссорилась, обижалась, уходила. Простите, здорово. А как начать того, чтобы включить юмор, поговорить, не обращать внимания, например. Знаете, вот в таких случаях, в таких случаях рекомендуется отстраняться от человека вообще. То есть, вести себя с ним, как обычно, смеяться, шутить, шутить, не воспринимать всерьёз и так далее. Но, это с одной стороны. А с другой стороны, с другой стороны, сталкивать мужчину с тем, что он сделал. То есть, если он, там, грубо говоря, в пьяном, допустим, угаре, что-то уронил, что-то сломал, ещё что-то сделал, да? Вот. То вы это не убираете. Вы ему не помогаете в этом. Сломал, уронил? Хорошо. Пусть лежит. Пусть долго лежит. Сколько нужно, пусть лежит. Вот. И вот пока он сам не уберёт, это, пока он сам не исправит, но он будет так и лежать. Понимаете? То есть, вот какой момент важный. Вот что основное, не переделывать, а взаимодействовать, как взрослые люди. Понимаете? Вот. Ну, такая, погода в том, что именно как взрослые люди, вы, скорее всего, взаимодействовать-то и не можете как раз. Вот. То есть, вы его принимаете сами, да, не полностью. Вот. Своего мужчину. То есть, вы принимаете его, еще раз говорю, как, значит, как спасителя, как идеально сильного человека. Идеального. А он не идеальный. И чувствуя рядом с вами, то есть, находясь рядом с вами, он чувствует себя не идеальным, в общем-то, еще больше. То есть, он еще больше чувствует, что он не идеальный, и это еще больше выставляет его смотреть в сторону, там, алкоголя и так далее. Там, да, у него же вина, он же не идеальный. Вот. И появляется злость. Самый странный. Но из этого нужно как-то выходить из этого состояния, когда обвиняешь себя постоянно. Вот. Так, с утра он не, 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 он просыпался, ничего не помню, когда друзья рассказывали, он пришел ко мне, вымаливал прощение. Ну вот. Собственно. То есть, что происходит? Вы, ведя себя так, вызываете у него, что, чувство вины, да, унижение. То есть, мужчина должен унижаться перед вами. Вот. И, соответственно, это обозначает, это означает, что в следующий раз, ситуация обязательно повторится, он сделает, ну, то же самое еще раз. Потому что у него чувство вины, и потому что он чувствует себя униженным. Вот. Мы несколько раз разговаривали по этому поводу, откуда берется такое поведение. Это связь на том, что друзья постоянно подначивают его каблуком, что с появлением меня, он пристал с ними общаться и уделять внимание. Окей. Значит, друзья обзывают его каблуком. Ну, хорошо. Допустим. 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 Но, почему мужчина-то сам, мужчина-то сам, почему, как бы, ну, например, приглашает этих людей считать своими друзьями, допустим, по-прежнему. Да? Вот хотя бы. Как, как, как вариант. Ну, если они называют его каблуком, значит, они принимают его, ну, постольку, поскольку, я полагаю, если они называют его каблуком. А мужчина, получается, он за них с одной стороны держится, то есть они, видимо, ему как-то, ну, чересчур важны и нужны, а с другой стороны, с другой стороны, его задевают. Его очень сильно задевают то, что они о нем говорят. Вот. Ну, так и возникает тогда вопрос. Если его задевают то, что они говорят, значит, мужчина, ну, мужчина в себе не уверен. Что вот, вот как раз, вот и причины, вот и причины, причины того, что с ним происходит. Происходит. Понимаете? Какая, какая, какая история. Он не уверен в себе. У него постоянные противоречия. Отсюда и все проблемы. Дело не в друзьях, а в его опыте, в его, ну, я не знаю, может быть, в его предыдущих отношениях, если они были, конечно. Вот. И так далее. Вот. Такая история. А не друзья. Так. Значит, третий он изъевки переносит, но когда перебирает, в нем что-то щелкает, ему сразу нужно им доказать, что он не такой, что в семье главный он. Ну, помимо того, что изъевка, это, как бы, неприемлемое поведение, что друзья не изъеваются и, знаешь, у мужчины есть проблемы с личными границами. И да, помимо этого, еще нужно сказать, что доказывает он всегда. Он доказывает не только, когда пьян, но и когда стресс, он должен доказывать, как он это делает. А ваше, например, спасение, то, как он выручал вас, это и есть доказательство. Понимаете? Какая история. Это и есть доказательство того, что он пытается кому-то что-то доказать. Это и есть показатель. Понимаете? Ну, да, я могу предположить, что вы с этим не согласитесь. Могу предположить, что вам неприятно подобное слышать. Вот. Я прекрасно понимаю, но тем не менее. Будет лучше, если вы как можно быстрее к этому придете, чем, значит, будете пребывать в иллюзиях. Да? Дальше, значит, сразу становится нужно доказательство и главное. И далее вы пишите, что мы только не делали. Понимаете? Понимаете? И старались прекратить встречи с друзьями и брать алкоголь из жизни, но все это повторялось. Правильно, повторялось. Потому что вы сделали это. Вы вместе. Не он сам, а вы. Вы мужчине не давали почувствовать свою значимость. Вы мужчину не ставили перед фактом, перед последствиями, перед результатами своего поведения. Отсюда и вот эта ситуация. Отсюда и, так, повторяю. Понимаете? Мы. Нет никаких вас. И он, и вы. И свои проблемы. Свои личные проблемы. Мужчина решает сам. Либо. Либо. Не решает. И тогда уже вы решаете, что делать. И вот вы говорите, я не выдержанно поставил ультиматум. Либо мы приезжаем в мой родной город, либо расстаемся. То есть шантаж происходит. Да? Шантаж и вынуждение. Ну, и вы думаете, что это здоровые отношения? Таким образом. Нет, конечно. Нездоровые отношения. И вот эта вот привязка вашей нуждаемости, это показаться, показатель созависимости в данном случае. Выпишите. Все было хорошо полгода. Мы жили у меня в городе. Если он и пил, то вместе со мной, бутылку собрасывали. Два и какие-то какие-то заведения. И, соответственно, недостаточно для того, чтобы перебрать. И учениц скандал. Правда, два раза он за полгода, он очень так лично мне пытался донести, что как домашний зверек он тоже не может жить. У него здесь не друзья никого. Что мы жили, ну, не надо видеться с друзьями, а я полностью прикрыл ему кисло, кисло рот. Ну да? Да? И надо сказать, что все копилось в нем. То есть с вами он не чувствовал себя в своей тарелке. С вами он не чувствовал себя как на привязи. Ничего не значимым, ничего не имеющим возможности сделать. Вы действительно перекрыли ему кисло рот. Потому что из жертвы теперь вы стали преследователем. Из жертвы вы стали преследователем. Значит, до ужасного случая мне выставили огромный счет в налоговой и я вскрыл это от музи. Вот смотрите, опять, вы живете как будто непосредством. Вот такое у меня ощущение есть. Вы живете как бы непосредством. Тут уже не в первый раз вам выставляют какие-то проблемы. То есть в первый раз у вас там долги были и аресты. Сейчас опять долги и опять аресты. То есть как-то вот вы, ну не знаю, как-то вы неорганизованно подходите. Непосредственно живете. А у этого тоже есть причины. Либо вы подсознательно стремитесь к тому, чтобы стать жертвой, чтобы быть жертвой. Либо здесь есть еще какие-то аспекты. Ну, ага, прыгнуть и разбираться отдельно. Так я, конечно, сказать не могу. Что нужно смотреть, что за этим стоит. Но я полагаю, что если это повторяется, значит это уже система. Эта система, значит есть какие-то у вас поведенческие триггеры, которые обуславливают то, что вы снова и снова попадаете в эту, скажем так, ловушку. Вот. И это значит, что из этой ловушки нужно выходить. Это значит, что из этой ловушки нужно выбираться. И это ваша ответственность. Опять же. Понимаете? Вот. Но судя по тому, что вы говорите «мы», судя по тому, что вы говорите «мы», я подозреваю, что вы склонны растворяться в другом, ну вот, например, в мужчине. Вы склонны растворяться, а значит у вас имеются проблемы с личными границами. Как у вашего мужа. Как у вашего мужа. Да. Слышала, к сожалению. Вот. Значит. Дальше. Дальше у нас с вами идёт следующее. В результате мою карту арестовали, муж узнал обо всём не от меня, на этой почве произошла ссора, потом месяц без денег, он был очень зол, потом был день рождения его друга, я его отпустила туда. Понимаете, то есть у вас как бы взаимная такая вина получается, то есть вы по какой-то причине скрыли от, значит, своего мужа то, что у вас проблемы. Не знаю, может быть стыдно вам было или что-то ещё, в любом случае это непринятие себя. Вот. Далее вы, руководствуясь чувством вины, отпускаете его. Вот. И он уже, то есть все действия, все действия, по факту, все действия, они из-за чувства вины. Ну и, соответственно, можно ли назвать это здоровыми отношениями, ну, вот для меня, например, лично, лично загадка. Можно ли это назвать здоровыми отношениями? Я вам отвечу, что нет, здоровыми отношениями это назвать нельзя. Почему? Потому что вина. Вина как у мужа, так и у вас. Вот. Дальше. Он уехал к ним в город и приехал домой в неменяемом состоянии, я увидел опять повторение, и ситуация взбесилась полностью. Вот вы понимаете, да? Вы пишите, увидев повторение ситуации, взбесилась. А взбесились вы почему? Вот вы говорите, я понимаю, что я неправильно поступил и так далее. Опять вина, опять чувство вины у вас имеет место быть. То есть, вместо того, чтобы признать наличные у себя проблемы определенные, то есть, если я взбесилась, значит, меня что-то взбесило. Если я взбесилась, значит, меня что-то расстроило. Если что-то расстроило, значит, это нужно разобрать и проанализировать. вместо того, чтобы сделать это, вы, вы, вы себя обвиняете. Понимаете, вы себя обвиняете в том числе, вот это я виноват и так далее. Ну, а человек от вины-то, он что сделает? От вины человек либо, либо будет лебезить перед другим, либо будет агрессировать на, собственно, него. Что вы и сделали, что вы и сделали, вы начали агрессировать на него. На пьяного, на пьяного мужчину, на пьяного мужа. Вот. Но дело здесь не в том, дело здесь не в том, что вы должны были его, эм, значит, уложить в пас. Дело не в этом. Давайте вот вы говорите, эм, нужно было уложить пьяного мужа. Уложить пьяного мужа означает, что вы видите в нем только пьяного мужа. Вы не видите в нем человека, вы не видите в нем личность, вы не видите в нем, ээ, индивидуально. Вы видите в нем мужа и, возможно, мужчину. Но, но и все. Дальше. У меня началась мистерика, я началась на него кричать, собирать ему вещи, вещи, эээ, вещи. Я тут, эээ, дала пару пощечин на таких сильных, что он упал и очень сильно ударился. Когда он встал, пощечину получила я, потом началась потусок, потанцовка, я вызвал милицию, они его забрали. Ну вот, справедливо срочно, справедливо срочно, надо сказать, что вы его ударили, первое, ударили сильно и в итоге забрали его. Вот. Почему у вас не возникла, эээ, истерика? Почему вы нажали его бить? Потому что вы терпели. Вы терпели то, что вам не нравилось, вы терпели то, что вас не устраивало, да? Терпели. И вот в итоге вас что-то вызвало. Не хотите, чтобы такое больше повторялось? Соответственно, не нужно, эээ, соответственно, не нужно себя до такого доводить. Больше внимания обращайте на себя. Больше цените себя. Больше заботитесь о себе. За свои самотенки поработайте. И с личными границами тоже. А то получается, что истерика у вас, вы мужа просто провоцируете, а его забирают. А, вернее, приняла я его только через неделю, но целый месяц мы не могли учиться. Я то выгонял его, то возвращал. Ну, понимаете, да, это эмоциональные качели, и, по сути, опять же, никакой активности со стороны мужа, да? То есть, полностью. А, полная дискредитация его позиции. Представляете, что это такое для взрослого человека, что его то выгоняют, то возвращают. Причём, что значит, выгонял и возвращал, опять же, не понимаю. То есть, эээ, вы захотели выгнать его, выгнали, захотели вернуть, вернули. То есть, мужчина настолько бесхребетный, настолько бесхарактерный, что ли, что у него своей позиции нет. Ну, и, конечно, это, это не добавило теплоты вашим отношениям. Сначала сказать, сейчас, казалось бы, мы загладили этот конфликт, но не могу простить его в душе, потому что я не понимаю, есть ли смысл прощать этого человека. Смотрите, как вам сказать, прощение, это принять. Принять означает понять мужчину. Понять, что он двигает, понять, что стоит в истоку. Если поймёте, хотя бы вот из наших ответов, из моего ответа, то простить. Простить не значит быть местьем. Простить не значит идти дальше, но простить значит отпустить обиду. То есть, перестать ждать от человека того, чего он дать не может. Или может, но только после выполнения ряда обстоятельств, ряда условий. Мне кажется, что это будет повторяться снова и снова, что полный отказ от алкоголя и друзей в режиме мультиматума ничего не даст. Правильно? Не даст, потому что, как бы, алкоголизм у мужчины, не знаю, есть или нет, но тот, кто он нуждается в алкоголе, тот, кто он нуждается в том, чтобы вы влёскиваете агрессию, это факт, это повторится. Другое дело, что, если вы будете следовать моим рекомендациям, то есть, отстраняться с юмором и полностью оставлять его наедине с тем, что он сделал, таких ситуаций будет меньше и мужчина быстро поймёт, что у него проблемы. Другое дело, если вы так сделаете, то вполне возможно, что мужчина спокладится, ибо он, ну, я так думаю, что он не дурак. А пока вы будете вести себя как родители, и пытаться его поменять, и пытаться взять всё в свои руки, ну да, это, собственно, действительно, действительно, будет попытаться постараться. А вы пишите, я боюсь, что он поднимет на меня руку снова. Простите, в этот момент меня разобрал смех. Я извиняюсь очень сильно, но, правда, это смешно. Вы, первое, подняли на него руку, вы уносили мужчину на пол, он ударился головой, а потом, только он встал и ударил вас, для того, чтобы прекратить конфликт. Вы, да, там говорите, что всё перешло в потасовку, то есть, вы сняли с себя ответственность. Теперь вы боитесь, что он поднимет на вас руку. Так вы не провоцируйте и не будете ничего, ничего, ничего. Он же не бьёт вас просто сам по себе. А пьяный мужчина, да ещё и в состоянии аффекта, он не соображал, что делал. Поэтому это был не он, и поэтому он вас не ударит, если вы не будете его провоцировать. Я боюсь, что это, если это произойдёт вновь, я разочаруюсь, что дала ему шанс, сейчас я, сейчас Аня сразу всё разорвала. Вот. Разочарование, завышенные ожидания, требования, потребности, ну да, это всё про вас. Какое отношение к этому имеет мужчина, вообще непонятно. То, значит, разочаруешь, что дала ему шанс. Вы не дали ему шанс, вы либо приняли его таким, либо нет. Агрессия, это связь его характера, с этим можно что-то делать, с этим можно работать, это можно уменьшить. Но, это часть мужчины, часть взрослого человека. А вы не хотите принимать эту часть его. Вы хотите, чтобы её не было, и чтобы был вот этот вот человек, которого вы видите. Но, без этой части, которую вы не принимаете, и другой части быть не может. Поэтому определитесь, либо вы принимаете его целиком 10 часов, с возможностью предоставления ему самому решать свои проблемы, и как бы с непринятием, просто непринятием на свой счёт того, что он делает. Либо расставать. А я ненавижу состояние такого неопределённости, мне нужно понимать, что либо он безнадёжен и его нужно бросать, либо в этой ситуации можно что-то сделать и как-то сдерживать или направлять его в агрессию в другой род. Во-первых, эм, значит, помимо вышеперечисленного, да, хочу сказать так, что он и небезнадёжен, там это никакой человек небезнадёжен с любым человеком, можно что-то сделать главное, чтобы был стимул. С другой стороны, сдерживать агрессию, направлять агрессию, это не вариант. Ещё раз, её нужно раскрыть. Понимаете? Что происходит в состоянии алкогольного опьянения? Человек раскрывается, да? Человек раскрывает то, что в нём есть, и так, что в нём есть всегда. Если с этим работать, то можно раскрыть это в трезвом человеке, и пить для этого не придётся. Понимаете? Можно разрешить человеку не пить, если это алкоголик. Ну, конечно, при интоксикации, при полном выведении алкоголя из организма, все эти вещи возможны, да. Но для этого нужно принять личность человека. Для этого нужно принять его целиком, но то, что не устраивает вас, то, что не нравится вам, да. Соответственно, просто либо не замечать, просто, просто, ну как взрослый человек, уверенный в себе, не замечать, да. Вот, слабость, слабость у всех была. И просто предоставить мужчину, как бы, ну, предоставить мужчину самому себе в этих обстоятельствах. Вот. То есть, как бы, вот, в какое время, да, в какой вред? А по этому он пьёт. Ну, помимо того, что он агрессирует. Помимо этого. Если не брать в расчёт тот факт, что он вас ударит. Какой вред? Ещё. Никакой, скорее всего. Правильно? Правильно. А вы почему так реагируете на это? Это уже, это уже другой момент. Это уже другой вопрос. Это уже к вам. Это уже с вами нужно работать. Что это вас задевает, что это вас зацепляет и так далее. Дальше. Подруга посоветовала отпускать его ночёвкой раз в месяц с друзьями. Спускать пар. А, мол, мужчинам обязательно нужно выплёскать свою агрессию с мужчинами. Не согласен с прогрессией, но согласен, что с мужчинами, мужчине быть нужно, чтобы сохранять свою мужественность. Значит, это так. Не всем, опять же. Опять же. Но кому-то нужно. А если он будет доходить от меня, домой он будет приезжать с утра. Он был ответом и адекватным. Но я не знаю, правильно ли это. А что неправильного? Что вы в этом увидели неправильно? Ну да, это его дом. Правильно. И в доме нужно, ну дом нужно беречь. А развлекаться нужно где-то в другом месте. Правильно? Что вы не знаете? Конкретно в чём здесь вы сомневаетесь? Далее вы пишете, что я стараюсь неравязчиво приучать его в другой жизни. Понемногу важные увлечения. Спорт, бассейн. Хочу постепенно показать ему другую жизнь. Прогресс явно есть. Алкоголь дома мы не употребляем вообще. Только в каком-нибудь кафе или когда готовим какое-то сложное блюдо. Вместе стали увлекаться сложной кулинарией. Но всё это отвлечение. Понимаете? Всё это отвлечение. Отвлечение до срыва, если с этим не работать. Не работать. Вот. И всё это только до того, как вот это произойдёт. Тогда моментально вас будет обида на то, что все ваши силы, все ваши усилия не оценили. Не нужно. Не нужно. Вы делаете то, что интересно вам. Вы заботитесь о себе. Вы беспокойтесь о себе. Работаете над собой. А мужчина будет делать то, что ему не нужно по самому. Вот. То есть, с одной стороны, я вижу, что ему интересно. Он старается... Старается... На что-то начинает получаться. Но другой я боюсь. Боюсь, что он безнадёжен. И моя жизнь превратится в вас. Не держи на него зла. Меня пугают неопределённости и непонимания происходящих. Знаете? Кхм. Что действительно пугает, это то, что у вас отсутствует полностью полиполимер. Вот это действительно пугает. Либо ненадёжен, либо можно что-то сделать. Всё. Третьего... Третьего вообще не дано. У вас. То есть, полимеров никаких нет. Вот вы и по жизни так же идёте, что то возвращаете, то выгоняете. То у вас всё здорово, то вы огромные долги, арест и так далее. Понимаете? Ну правда. Правда. Нужны полимеры. Вам его, вам, мне кажется, нужно больше анализировать, больше именно взрослого, именно взрослого состояния включать. Что происходит, кто я, что я делаю, что делает другой человек и так далее. Имеет право мужчина так поступать? Имеет право. Имеет право мужчина пить? Имеет право мужчина пить. А последствия, последствия, которые есть, полностью, вот и всё. Вот и всё. Вот и всё. А если вас что-то задевает, исходя из того, что он говорит, то это повод поработать с психологом. Вот и всё. Поэтому мне кажется, что ответ моего коллеги Игоря Леонидовича Кудрячева является самым правильным. Да? То есть изначально, пишет коллега, муч случился в отношении в качестве спасителя. Правильно. Как выглядит, становится тираном. То есть, по сути, то же самое. По треугольник Карпана вы исполняете роль жертвы. Верно? Вы можете поменять мужа, воспитывать его или переделывать, играя роль мамочки. Тем самым, снижая либидо, значит, мужчины, тем самым, делая его менее значимым в своих глазах и тем самым, стимулируя его к тому, чтобы он ещё больше пил. Вот. Ещё больше срывался. Потому что срыв, это, по сути, означает проявление собственной значимости. Да? Вот. Значит. Но не меняйтесь вы. Не меняйтесь вы. Потому что вы в эти отношения так вступили. И здесь вам человек предлагает проанализировать отношения с родителями, с бывшим, где вы точно так же находились в позиции жертвы той, то есть не отвечали за себя, за свои поступки и не отграничивали себя от другого. Нет у вас личной границы. Вот. Вот. Я думаю, что так можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Обычно в таких ситуациях рекомендуется работать с созависимостью, то есть независимому члену семьи работать со своей зависимостью, да? А именно здоровому члену семьи работать с созависимостью, чтобы освободившись от созависимости и став свободным, дать понять партнеру, семейному супругу, что такое быть свободным. И тем самым возвести его за собой на ступень. Потому что семья это система. И менять сестренку в этой системе не имеет смысла, если сама система работает по определенному направлению. Знаете? Как бы мы не меняться, он приходит к вам. И если вы не будете меняться, то не имеет смысла это все. А поскольку обратились вы, то вам и меняться. Начнете меняться вы, будет меняться и ваш супруг. А у него выбора просто не будет. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.